Да, Станислав, рассказывайте. Добрый вечер, меня зовут Станислав, фамилия Просюк, я учредитель Ассоциации Директного Диафии. По какой причине я обратился к вам? Дело в том, что у нас был концерт по сбору средств. И Наталья Черва, председатель Ассоциации, обратилась к местному, как сказать, руководителю. Да, местному деятелю. Она же руководитель театра Домовой в Бельтах. И она проводит свадьбы, проводит различные матрики. И она как бы в этом деле, как говорится, профессионал. И Наталья поговорила с ней и договорились провести такое мероприятие по сбору средств для стройки мультифункционального средства для людей с ограниченными возможностями. И у нас прошло мероприятие «Ступерс». Это вы можете посмотреть на Facebook «Александра Ницца» 17 октября 2023 года. Также это можно обидеть на 21 октября 2023 года. Короче, мероприятие прошло действительно грандиозное. Все были довольны. Все, как говорится, были просто воодушевлены. Понимаете? Но дело в том, что произошел один казус. На сцену вывели человека слабовидящего. Это председатель нашей ассоциации Наталья Черна. И ей вручили на сцене коробки закрытого типа. И объявили, что в этой коробке находятся деньги. Обращаю внимание, никто этих денег не видел. Эти вручают эту коробку. Вот мы будем строить дом мечты вместе. Ну, короче, идут такие пожелания. Все такое красочно. Все такое, извините, за душу хватающее. А как это происходило? С этой коробкой ходили по залу и собирали деньги? Я не присутствовал на этом мероприятии. Я как раз находился, у меня дочь лежачая, плюс мама тоже лежачая. И кто-то должен был находиться с ними дома. Я не был на этом мероприятии. Я смотрел онлайн. Ее просто вывели на сцену. Как она плохо видит, ее взяли за ручку, вывели на сцену. На этой сцене ей вручили эту коробку и пожелали... Ну, короче, эмоции там были через край. Там очень было все красиво, грандиозно. Все такое, знаете, впечатляющее. Ну, результат такой, что когда Наталья пришла, и я ее увидел такую счастливую, я спрашиваю Наталью, что как там? 120 тысяч собрали. Я говорю, это здорово. А где они? Она так встала на нее, Александра взяла. Знаете, что произошло? А произошло то, что буквально, как только концерт закончился, Александра Ницца подошла и просто забрала ту коробку. Я не знаю, что она сказала там, потому что все были на эмоциях. Я не думаю, знаете, кто это было? И у кого ничего не возникло, никаких подозрений. Она просто забрала и уехала с той коробкой. Ее искали, а Александре нету. Коробки нету. И дальше происходит следующее. Наталья звонит, и в течение нескольких дней ей звонит, пытается вытеснить не на контакт. Она, извините, у меня мама заболела. Ну, короче, пропала для ребенка. Ну, через течение где-то недели что-то появляется они, понимаете. Но выясняется, что деньги в ассоциацию отдавать не будут. Понимаете? Деньги они будут, это им доверили эти люди, эти деньги, и они эти деньги будут сами распределять. Честно говоря, мы были в шоке. И вот чем дальше время проходит, я анализирую. А что было на самом деле? На самом деле действительно было шоу. Потому что кто бы видит своего человека, вывели на сцену, понимаете? Вручили ему коробку, в которой якобы деньги. Собрали 120 тысяч. Понимаете? Это говорит Александр Анисов в микрофон. Никто этих денег не видит. Короткое закрытое. Понимаете? Это получается, наш председатель, юридическое лицо, во всеуслышение, на публику, получается на руки 120 тысяч. Теперь оно, как юридическое лицо, должно через бухгалтерию отчитаться. Понимаете? Она должна провести это по бухгалтерии. Она же получила деньги на руки. Понимаете, что получается? Так и сколько денег вы получили, в конце концов? Давайте, в конце концов, перечислили 58 тысяч, ну почти 59 тысяч. Там в отчете за 8.01.2024 года, на странице у Александра Нениса, вы можете посмотреть, там есть чек именно на это самое. Там... Значит, концерт был в октябре, она перечислила только в начале января 29 тысяч. Стандал был, потому что получилось так, что уже Наталья уже консультировалась с юристами, так я должна поступить в этом самое. мы сказали, если вы не подадите заявление, то когда Александра еще будет что-то проводить, и у нее будет уголовное дело, вы будете соучастниками. Понимаете? Так и сказали. И те люди... Так заявление куда? В полиции. Есть заявление в полиции? Да, естественно, раз такое дело, мы уже подали в полицию, ну давайте я немножко по порядку. Прошел концерт, радио. Здорово пришли в полицию, и что сказала полиция? Полиция сказала, ну сначала, как всегда. Очень все красиво разговаривают, там все, знаете... Дело в том, что я был только раз в полиции, и я пришел как сопровождающий. Наталья, она настолько не видится, сама она по дорогам не ходит. Поэтому она должна передвигаться только с сопровождающим. Вот я был как сопровождающий. Ну, естественно, я взял пакет документов, которые хотел бы обратить, чтобы обратили внимание на это дело. И этот следователь, который допрашивал Наталью, заинтересовался. А я сказал, я хотел бы эти документы передать, но передать так, чтобы вы их зафиксировали как доказательство, чтобы вы потом могли даже в суде, чтобы это было официально. Понимаете? У нас нужно, я фотографирую. Он сказал, давайте я фотографирую. Я говорю, пожалуйста, фотографируйте. Ну, раз то это ведет расслеживание, надо ему анализировать все. Почему бы нет? И вот документы никто не захотел взять как свидетельство. Это так получается. Что я хотел бы сказать за мной, дело в том, что если мы посмотрим на tvbelts.md, там есть один репортаж, я вот не помню, это самое, называется он, проблемы, дом мечты, что-то такое. Дело в том, что у нас был консилиум, после этого мероприятия, после этого, после этого, как его, к слову, у нас был консилиум. И так, что все впало, что пришлось телевидение, это женщина, это tvbelts.md, tvbelts.md, и она спросила, а можно я вас сниму? Потому что люди интересуются, что вы делаете с деньгами? Вы сделали такое мероприятие, так я за вас рада. Что вы сделали? Ну, конечно, присутствуете, как бы никто не был против. И тут стало выясняться, люди, не все даже знали, что деньги в ассоциацию не поступили, из консилиума, понимаете? И стали люди возбуждать. Консилиума вашей организации, когда было? консилиума ассоциации Древцевой Диоси. Это было в декабре, в ноябре? Это в октябре. А, сразу после концерта? Ну, практически, да. Да, да. Понимаете? И люди стали очень задвозвучаться, очень жестко, потому что даже представители регионной комиссии высказали, что это неправильно. Если деньги поступили для строительства дома, как бы они ни были, должен быть хотел какой-то ас-передачи, либо Александра Ница передает деньги в ассоциацию, делается ас-передача, либо деньги передаются Александре Нице, тоже делается ас-передача, но деньги должны быть как-то зафиксированы. Понимаете? Да. И что ответила полиция? Полиция ответила, что если еще будут маршельники, то можно еще собирать, потому что полиция сославилась на закон общественной ассоциации. Знаете, мы сидим и мы в шоке. Да, мы общественной ассоциации, мы работаем по закону общественной ассоциации, но там ни где не говорится, что можно деньги собирать и забирать домой. Понимаете? А вы жаловались по уголовному закону? Видимо, в нашей полиции про мошенничество. Нет, мы как, я вот не помню, как мы подали заявление, я потом вам скину это заявление, но, по-моему, мы более просто написали, мы не писали прямо мошенничество, потому что мы не хотели, как бы, вернее, мы хотели, чтобы они это выявили, этот факт. Понимаете? Мы думали, что полиция будет выявлять факт. Потому что, вот даже полиция, дайте, что мне возмутило, там писется, что 120 тысяч полиция, так? Вопрос, откуда полиция выявила, что собрала 120 тысяч? Может, вы так писали в жалобе? Да, мы писем, что со ствол Александра Ниццы вручилась коробка, в которой 120 тысяч. Это со ствол. Дальше она забирает эту коробку, правильно? и исчезает. Олег, как может полиция подтвердить там 120 тысяч? Какой-то акт, какая-то бумага, что-то, какая-то фиксация этой суммы. И этот ответ от полиции был после того, как она передала вам деньги или до этого? мы после дали в полицию. Потому что мы считаем, что она не вы... во-первых, она не выдала всю сумму, которую она собрала. Во-вторых, мы считаем, что она дальше продолжает сборы. Неоднократно с ней обращались. Александр, сделайте публикации и все сборы закончены. Понимаете? Я неоднократно с ней обращаюсь. Я не понимаю, почему вы согласились собирать деньги на ее счет, а не на ваш. А кто нас просил? Мы предоставили на счет. Олег, мы предоставили на счет. Даже я не знаю, что было, потому что... Она не ставила, нет. Она просто не поставила на счет и все. Это точно мошенничество. Наверное, нужно жаловаться и в прокуратуру, не только в полиции, если тот полицейский такой... Да, мы считаем, что и в прокуратуру и в коррупцию надо, потому что это коррупция. Потому что, понимаете... Не думай, что это коррупция. А, может быть, тот полицейский может быть коррумпирован или некомпетентен. Но в случае той женщины, скорее всего, это мошенничество. Это уголовное дело. Олег, полиция выявляет, что там 120 тысяч. Это из ваших слов? Нет. Из вашей жалобы? Нет, подойдите. Но если он уже писать, то собрано 120 тысяч, значит, это он уже фиксирует, утверждает, понимаете? Вы могли бы написать то слово. Нет, но он писает сумму 120. Он не писает сумму 120 тысяч, 640, как у Александр разную сумму стала. Не писать сумму 120 тысяч 600, тоже на самом публикации. Он именно подтверждает 120 тысяч. Значит, она оставила себе почти половину. продолжает сборы. А если я знаю сколько, Да, вот тут понимаете, самое бизнес, что использует нас и детей. Понимаете? И давайте еще в начале она говорила, что ей лично были перечислены деньги. Понимаете? А как иначе? Да, как-нибудь деньги должны быть собраны. как она и говорила. Потом, она уже после этого всего, она даже в как его вайбере высылает нам сообщение, что они собрали в Нью-Йорке инициативную группу и что это должны были собирать деньги или собирать вот что-то такое. Я высыл вам это сообщение. На тот же центр вашей организации, да? Ну, на тот же проект, да. Ну, зачем тогда высылала, если бы другой проект? Естественно, идет разговор за нашу организацию. она придумала что-нибудь еще? То, что она уже придумывает, мы понимаем. Дело в том, что она пишет, что деньги должны были переданы через ее отца. Короче, там еще какой-то договор с германской какой-то... Вот я не помню. А при чем тут ее отец? Я не знаю. Так она такое сообщение, что деньги должны были передаваться через ее отца. Это ее. Я не знаю, не могу знать. как мы начали шумивку, то она... Ладно, Станислав, понятная ситуация. Давайте я еще хочу рассказать. Дело в том, что после того, как это была публикация на ТВ БЛЦМД, именно вакансируемой ассоциации, тут... И там вы сообщили телевидение, что деньги не поступили к вам? Ну да, мы должны были выявить... ассоциации, иначе мы несем ответственность за это, нужно отчитаться. Олег, как там делать? Мы всем использовались пытались как-то урегулировать вопрос, как-то чтобы мы могли отчитаться. Потому что могли бы нас привлечь за то, что деньги поступили на ситуацию, а мы их не тратили на свои нужды. Понимаете, что получается? И другое хочу достать. И появляется в Ютубе запись Александра Ниццы. Понимаете? Если вы посмотрите на мою страницу, там я выставил это видео. И там есть скрины этой публикации. Это нам тоже волонтеры выставили. Мы бы не знали об этом. И там начинается, извините, пускать стопли по поводу этого мероприятия. Мы в шоке. Она выставляет деньги, выставляет древесу Диафи. Понимаете? Она там практически сама признает, что она совершила преступление. Понимаете? Она сама забрала деньги, сама считала. Она такая честная. Кто-то за ней верит. А как верить? Она дома сама посчитала, что... Как верить? Если мы просим объявить, что деньги находятся у вас, что вы не передавали в ассоциацию. Она не в какую и все. ну... Ну, почти 59 тысяч она уже передала. Но это меньше... Меньше трех тысяч евро. Она собрала больше шести тысяч или примерно шесть тысяч евро, да? Это небольшие деньги, но все-таки почему это забрать грязь должна остаться у нас? Понимаете? Лучше не иметь эти деньги. Чем потом сказали, что ассоциация взяла деньги и просто они исчезли. Мы подсчитаться должны были. Мы об этом ей объясняли. Она не хотела это понимать. Тем более вы хотите закончить проекты. Для этого нужны деньги. Ну, естественно, мы хотим закончить центр. Поэтому мы обратились с ней. И глупость тут очень большая. Она писала в телеграме разные сообщения после публикации вот такие отзывы оставляют люди. Понимаете? Я был в Софи. Зачем мне отправлять это все? Потом смотрю появился один комментарий один. И там довольно грамотно женщина ее поставила на место. Что вы думаете? комментарий исчез. Она выдалила его. Понимаете? Там женщина довольно грамотно объясняет почему нельзя так было делать. Понимаете? Не чтобы женщина поняла прислала с вами и сказала ребята давайте сделаем так чтобы не висели эти деньги над вами как меч. Понимаете? Чтобы вы могли отчитаться и все. Нет, у нас проходят дальше скандалы. Мы просили вас заключить договор. Я физическое лицо. Если я выслю вам скрины делали сообщения, спросим не оскорбляйте нас. Бог мне судья. Ну она верующая наверное. Наверное все мошенники верующие. Понятно. Я не хочу оскорблять людей. Я ей дам возможность дать реплику если захочет. Но мне кажется что это мошенничество. Пожалуйста мы будем очень благодарны дать возможность выстануться. Пусть она объяснит. А я вам выслю все эти запись на руководитель выслей вам. Но по этому случае вы открыли еще отношение полиции к таким случаям. Странное отношение полиции. Ну Олег вы прочитаете вот это самое. Вы прочитайте там же написан ответ со всей объяснительной. Понимаете? Не с того как люди обратились. Не того как я подала. Понимаете? А там пишут как бы сию объяснительную. Вы посмотрите отчет за 8.01.2024 год. Она пишет что там напечатали 200 билетов и продала там 115 осталось 85 понимаете? Ну если 200 билетов по 500 лень и она прилагает чек. Посмотрите чек. Он в 7 декабря 2023 года. Понимаете? Через два месяца как прошло это мероприятие она переставляет чек за эти билеты. А в 8.01.2024 она уже выставляет публикации. Значит она взяла чек и пошла делать публикации. А что за чек с декабря за мероприятие в октябре? Да, да, за подтверждение билетов. Выставляет призрачные билеты. И полицейский поверил? Ну я не знаю, но вы мне простите, она делится с другими людьми, но там же я и честно о чем она думает? Там тоже не глупые люди давали эти деньги. Им тоже не безразлично куда эти деньги пошли. Они же не были спонсорами бедной несчасты Александра Ниццы. Ну что сделать их группу инвалидности и пусть деньги остаются. Я тогда помощь на лечение в конце Красса. Извините, а почему она детей использует? Как иначе кедать? Понятно. Спасибо за доверие. Я все это записал и выставлю в интернете. В фейсбуке, в ютубе с вашего согласия. Да, и Олег, я вас очень прошу. Я не могу просматривать все эти тиктоки одно, другое. Я пытаюсь, но посмотрите пожалуйста информацию. Потому что там вот если посмотрите в фейсбуке Светлана Чебанка. В фейсбуке в ютубе я могу, в тиктоке меня нету. Так что там Светлана она крутится где выставляли ее ребенка. Она прямо это опубликовала. Я так смотрел как и ребенок и крутится. Хорошо. Остаемся на связи. Всего доброго. вам огромное. До свидания.